Кто они такие? Ясновидящие прорицатели, оракулы. Кто или что наделяет их таинственным даром видеть будущее и предсказывать последствия грядущих событий? На этот вопрос никто сегодня не способен дать хоть какого-то вразумительного ответа. У каждого прорицателя своя загадка и своя судьба. И Эдгар Кейси здесь не исключение. На самом деле, мне кажется, что это не люди из будущего, это люди, принадлежащие своему времени, но люди, научившиеся путешествовать в другом теле, в астрале, как сейчас модно говорить. То, что это относится к Кейси, это абсолютно точно. Что о нем известно и чем он знаменит? Прежде всего то, что Кейси, кроме своих культовых предсказаний грядущих Первый и Второй мировых войн, точно назвал дату и место убийства президента США Джона Кеннеди, предрек великую американскую экономическую депрессию, печально знаменитое землетрясение в Японии 2011 года, образование государства Израиля. Это он указал на то место в морской пучине в районе Бермудского треугольника, где может покоиться легендарная Атлантида. Всего же исследователями было обнаружено более 14 тысяч листов с предсказаниями Эдгара Кейси. И многие из этих предсказаний до сих пор не расшифрованы. А еще люди дали ему необычное прозвище – спящий пророк. Это его так назвала пресса. Его еще называют кентукский предсказатель, ну, потому что он родился в штате Кентукки. И родился он в 1872 году. И буквально лет в 10 он вдруг, взрослые, обнаружили в нем вот какую-то странность. Якобы он предсказал, значит, девочка-соседка, которая заболела, и он вдруг уснул и во сне впервые сказал, как надо лечить. Взрослые передали это врачам и, короче, девочку вылечили. Страницы биографии великого ясновидца очень скудны. Однако среди них есть весьма любопытные подробности. Первый раз свой дар предсказателя Кейси применил на себя. Однажды, во время детских игр, он получил сильный удар мечом в затылок. Рассудок мальчика помутнел, поведение резко изменилось. Эдгар начал то плакать, то строить гримасы товарищам, то неожиданно истерически хохотать. Один из очевидцев этой сцены потом вспоминал – Кейси запрыгивал в канавы, перебегал улицы с растопыренными в сторону руками. В общем, вел себя категорически странно. Таким он и вернулся домой. Родители были потрясены. С трудом они уложили Эдгара в кровать и собирались уже вызывать доктора, когда мальчик сказал – срочно поставьте мне на всю ночь припарку на затылок. Я получил удар мечом по голове. Если не поставите припарку, к утру я полностью сойду с ума, а если поставите – выздоровею. Произнеся эти слова, Эдгар уснул. На всякий случай родители решили последовать его совету – от припарки плохо не станет. На следующее утро Эдгар был полностью здоров. Вот только ничего о том, что произошло накануне, он не помнил. Еще в школьные годы взрослые обнаружили, что в начале, в первых классах у него была великолепная память, он практически не учил уроки. И вдруг где-то там лет в 14 у него какой-то странный перелом произошел, что он ничего, перестал вообще что-либо запоминать. То есть какой-то жуткий провал в памяти. Он мог читать учебник, но никогда не мог там ни слова пересказать оттуда. Некоторые следователи, изучавшие феномен Кейси, считают, что дар ясновидца был передан Эдгару по наследству. Его мать слышала голоса, шепчущие ей, как поступить в той или иной ситуации. А дед и вовсе был необычным человеком. Сам Кейси вспоминал о нем так. Чего бы мой дед не коснулся, все росло. Это было похоже на волшебство. Более того, все колодцы в округе рыли там, где показывал дед, и всегда находили воду. Он мог двигать столы, стулья и другие предметы, не прикасаясь к ним. Своё самое первое предсказание Эдгар Кейси выразил не словами, а достаточно странным действием. Но было ли это действие осознанным или спонтанным, до сих пор остается загадкой. Он был влюблен в соседку, тоже девочке 12 лет примерно. И она куда-то должна была с родителями уехать за океан, то ли в Англию, то ли во Францию. И ему так не хотелось, чтобы она уезжала. И он каким-то образом проник в дом и спрятал чемоданы этой семьи. И пока, значит, шли поиски этих чемоданом, значит, ну, естественно, семья опоздала на пароход. И вот тот пароход, на который опоздала эта семья соседей Кейси, потерпел крушение. То есть вот как бы впервые он, значит, спас своим, так сказать, своим умением предвидеть будущее. Одной из версий появления у Кейси необычных экстрасенсорных способностей высказала мать Эдгара. По ее словам, однажды с мальчиком произошло нечто необыкновенное, о чем он мог поведать только ей. Это случилось тогда, когда Кейси, гуляя по лесу, вдруг наткнулся на женщину приятной наружности. И тут подросток обратил внимание, что за спиной у женщины что-то похожее на крылья. Кейси оторопел. Чтобы успокоить испугавшегося Эдгара, странное видение произнесло следующее. Чего ты хочешь больше всего, то ты и получишь. Больше всего я хочу лечить людей, ответил подросток. Удивительное существо никак не отреагировало на пожелания Эдгара и исчезло так же неожиданно, как появилось. После встречи с таинственной незнакомкой, внутри сознания Кейси произошло какое-то серьезное изменение. Собственно, вот это отправная точка его таланта, так называемого. А мало ведь кто знает, что на самом деле Кейси-то чем прославился у себя в Америке? Он начал помогать людям, начал лечить людей. То есть он начал, даже включая, рецептурные диагнозы давать. Некоторые склонны сравнивать Кейси с Вангой. И Кейси, и Ванга принимали сотни пациентов в день. К ним приходили много известных людей, включая президентов и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей. Ванга была слепой, а Кейси предсказывал во сне. Закрывал глаза, крепко засыпал, и в таком состоянии начинал вещать, подробно анализируя причины заболевания и подсказывая, чем лечить. Кстати, проснувшись, Кейси утверждал, что ничего не помнил, что говорил. Слова провидца записывала стенографистка. На прием к ясновидцу стояли огромные очереди. Во время каких-то лечений, хотя он много раз говорил, я не лечу человека, я просто подсказываю. И он всегда требовал, чтобы находился врач профессиональный во время того, когда он общается с больным. Поэтому, скорее всего, это просто одаренный человек. Это хороший аналитик. Не раз дар Кейси пытались использовать для наживы. Ведь Эдгар в бессознательном состоянии мог не только ставить диагнозы, но и узнавать будущее. Ему предлагали предсказывать победу в соревнованиях и на скачках, определять результаты азартных игр за очень большие деньги. Но такая практика не приносила ему ничего, кроме головной боли. Кейси попробовал сделать эти прогнозы, он их делал в этом состоянии. Но они все, как правило, оказывались неудачными. Из чего Кейси сам делает вывод о том, что он призван помогать людям. Понимаете? Вот это очень важный отправной момент. В какой-то определенный час Кейси начинает понимать, что он способен видеть гораздо больше, чем скрытые недуги своих пациентов. Он вдруг начинает ясно представлять грядущие события. Сначала он предсказывает будущее известных ему людей, друзей и родственников. А чуть позже ему начинают являться судьбы целых народов и даже континентов. И открыл Кейси в себе этот дар после одного таинственного инцидента. Как он сам признавался впоследствии, он попал на борт какого-то непонятного космического корабля, в котором его внушили то, что он не совсем обычный человек. То есть его, как он сказал, внедрили в какую-то внутренность другого существа, который может телепортироваться и в астральном теле, переходить в любое место земного шара и космоса, и вещать совершенно точно до подробностей о том, что будет и что было. Здесь стоит обратить внимание на один любопытный момент. Тогда человечество еще не знало ракеты космических кораблей. А такое понятие, как неопознанный летающий объект, не мог приходить на ум даже самым изощренным редакторам бульварных газет. Но интересно, что далее Кейси рассказал о своем пребывании в череве этого космического корабля. Он утверждал, что некие люди подняли его над планетой и показали из космоса ближайшее будущее Земли. Именно тогда Кейси увидел последствия атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Он стал свидетелем страшных природных катаклизмов. Хозяева инопланетного корабля показали Кейси, как в результате мощного землетрясения превращаются в прах многие островные государства в Индийском и Тихом океане. А страну восходящего солнца постигает радиоактивная катастрофа. Кейси как будто видел многие стихийные бедствия, которые происходили в конце 20 века, в начале 21-го, происходили на территории земного шара. Извержение вулканов, цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. И наводнение, и взрыв ядерного реактора в Фукусиме в 2011 году. То есть вот вещи, которые нельзя было угадать, которые можно было увидеть, пропутешествовать в другом теле именно в этот год. В 1934 году, во время очередного транса, Кейси предсказал глобальные перемены в мире. Европа изменится до неузнаваемости. Обе полярные области обнажатся, и произойдет смещение земной оси. Сдвиги в Арктике и Антарктиде приведут к резкой смене климата в тропических зонах планеты. Гренландия скроется под водой. Восточное побережье США будет разрушено. При этом Кейси не уставал повторять, что эти катастрофы призваны уничтожить изрядно нагрешившее человечество. Будут оставлены в живых только те, кто вел праведную жизнь. Именно от них, как некогда от Ноя, и произойдут другие люди. Подобная смена рас, по мнению знаменитого экстрасенса Елены Блаватской, далеко не нова. В этот раз появится уже шестое поколение людей. Но самое удивительное предсказание Кейси было о прошлом, о легендарном континенте Атлантида. Согласно Ясновидцу, континент трижды уходил под воду в результате смещения тектонических плит. Окончательная гибель оставшихся островов, по версии Ясновидца, произошла около 10 тысяч лет до нашей эры. Кейси помещает Атлантиду, в принципе, в соответствии с указаниями Платона, где-то в район Саргасового моря. То есть Кейси настойчиво говорит о реинкарнациях, о перевоплощениях, собственно, душ, которые жили в Атлантиде, в нашем мире. При этом я подчеркиваю, что Кейси глубоко религиозный человек. Вы должны на это делать скидку очень серьезную. Это христианин. Кейси сказал, что Атлантиду обнаружат в 1968 году в районе острова Бимини, входящего в состав Багамского архипелага. После предсказания туда отправилась группа исследователей аномальных явлений. Как говорится, на проверку. Пытливым ученым удалось обнаружить на дне океана дорогу, выложенную из массивных тесаных плит весом 80 тонн каждая и длиной более полукилометра. Кто знает, может, это и есть доказательство существования некогда легендарного континента. Но самое удивительное откровение Кейси про Атлантиду заключалось в том, что многие бывшие атланты находятся среди нас. Это так называемый результат переселения душ обитателей древней цивилизации в тела современных людей. На одном из сеансов в 1943 году Кейси поведал одной своей пациентке, и желавшей узнать про свою прошлую жизнь следующее. Самое первое воплощение твоей души имело место в Атлантиде. Ты, которая сейчас женщина, была тогда мужчиной, жрецом в одном из храмов столицы древней цивилизации. Он видел Атлантиду тогда, когда она еще была великой морской державой. Он считал, что эта земля, эта держава является как бы прародиной всех цивилизаций Земли, что до нее были другие державы, и что от нее остался огромный энергетический сгусток в виде кристалла, который находится на дне между Азорскими островами и Саргасовым морем. Что те сходства в цивилизациях, которые существуют между Старым и Новым Светом, они все обязаны Атлантиде, которая имела свои колонии практически на всех материках, вплоть до Антарктиды и Австралии. Одно из самых последних пророчеств Эдгара Кейси было посвящено России. Незадолго до смерти, а точнее в 1945 году, великий ясновидец предсказал окончание периода коммунистического правления и распад Советского Союза. Не успеет окончиться 20 век, как наступит крах коммунизма, писал свои пророческие строки в дневнике Кейси. Коммунисты потеряют там свою власть. Он также говорил, что освободившуюся от тоталитарного режима Россию ждет кризис, из которого она благополучно выйдет. Вот таким образом все его пророчества и вообще жизнь Кейси в нашей стране была засекречена до 90-х годов. Мы не знали, кто такой Эдгар Кейси. Мы плохо знали и Мессинга тогда, но Мессинг жил у нас. Мы не могли его не знать. Ванга была в социалистическом лагере. Тоже мы не могли ее не знать. И она лечила и пророчествовала нашим высшим каким-то чинам и деятелям культуры и искусства. Кейси жил в Америке и был далек от нас. И советским корреспондентам, как вот мне известно, было просто запрещено о нем рассказывать. Здесь надо отметить очень важный момент. Кейси не раз возвращался к своим пророчествам о глобальных катаклизмах, при этом специально выделял Россию как страну, которая пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию. А центром этой цивилизации станет Западная Сибирь. В религиозном развитии России великая надежда для мира, писал ясновидец. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире. То есть фактически он предсказывает новое возрождение России и связывает почему-то, локализует это возрождение с Сибирью, например, в частности. Опять-таки, я бы не стал так безоглядно превозносить Кейси, и он сам себя, собственно, не превозносил, потому что он трезво действительно относился к своим способностям как таковым. Вот вспомните, например, на конец 90-х годов Кейси прогнозировал глобальную катастрофу, связанную с изменением угла, собственно, наклона земной оси. Этого не случилось. То есть у Кейси были промахи, и он прекрасно знал об этом. Он знал об этом, начиная с того периода, когда он попытался какие-то бизнес-прогнозы делать. В своих предсказаниях спящий пророк неоднократно упоминал о конце света и пришествии Мессии перед грядущим апокалипсисом. Кейси говорил, что у неверующих еще имеется крохотный шанс на спасение, который они должны будут использовать. «День Господень близко», — говорил ясновидящий. «Не думайте, что бед не будет. После разрушения грозящих миру в конце тысячелетия целью человечества станет строительство нового Иерусалима. Для тех, кто выйдет в новую жизнь, наступит новое понимание и возрождение. Тогда откроется новый Иерусалим не только как место в пространстве, но и как состояние души». Случится апокалипсис или нет, нам неведомо. Здесь можно верить великому ясновидцу, а можно и подвергать его пророчеству высокой доле сомнения. Но при этом необходимо заметить, что большинство предсказаний Кейси о грядущих катаклизмах сбылись. Кстати, удивительно, но в некоторых предсказаниях совпали не только места и даты катастроф, но также их сила и трагические последствия. Например, в мае 1960 года в Чиле произошло крупнейшее землетрясение силой почти 10 баллов. В период с 1965 по 1971 год была зафиксирована серия землетрясений в Исландии. В мае 1988 года одно из самых крупных землетрясений в Антарктиде силой более 8 баллов. В августе 1999 года землетрясение в Турции, в результате которого погибло более 20 тысяч человек. Затем серия природных катастроф Юго-Восточной, Азии и Японии. Все эти катаклизмы были предсказаны Эдгаром Кейси. Есть еще очень удивительное пророчество, которое осталось зафиксированным специалистами просто в письменном виде. Кейси по поводу России. Это то, что к 3000 году Китай и Россия совместно колонизируют Марс и Луну. Там будут построены поселения, часть человечества переберется на эти, то есть на спутник Земли и на эту планету. И участвовать в этом будут только две державы. Китай и Россия. В последние часы жизни великий ясновидец записал еще несколько пророчеств. Вот одно из них. Люди будут жить 800 и более лет. Кто пожелает вечно, при условии, что войдет в коалицию странников во времени. Эмблему коалиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, в котором двое. Мужчина и женщина. Исследователи предположили, что на рисунке Кейси попытался изобразить машину времени. Уж не на такой ли машине путешествовал сам пророк? Не продолжается ли его путешествие и поныне? В Америке поговаривают, и эти данные подтверждаются специальными службами, что могила Эдгара Кейси пуста, потому что, умирая, он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. И еще. Кейси, став знаменитым, не испытывал недостатка в количестве преемников и последователей. Одна из них, 76-летняя англичанка Мэри Тоттенвуд, которая не так давно сообщила журналистам о том, будто получила потустороннее сообщение от своего учителя. Мэри сказала, что знаменитый ясновидящий даже с того света решил позаботиться о человечестве и передал своей ученице целый ряд предсказаний, согласно которым Землю ожидают новые катастрофы. Это, прежде всего, мощнейшее землетрясение в США, которое буквально разделит страну на две части. Извержение вулкана в Мексике, которое на две недели повергнет в темноту все население государства. Нам остается только ждать результата этих пророчеств. В США живут индейцы Хоппи. Это племя считает себя древнейшим хранителем мира. Шаманы Хоппи до сих пор день и ночь проводят ритуалы для поддержания мировой гармонии. Хоппи составили целый список примет конца света. Их около 150. И половина уже сбылась. Они описали эти приметы. Большинство им повторяют библейские приметы. Брат на брата, разврат, все это существует. Деградация человека, взяточничество. В общем, все грехи, которые сейчас вскрываются. Мы это человек. Человечество может это понять, что действительно наступает конец света вот из того, что творится вокруг. Среди предвестников конца света Хоппи называют войну в Персидском заливе и обрушение башен Всемирного торгового центра. Тират был описан в их древнем пророчестве о конце света. Вождь Хоппи, Мартин, лишь недавно приоткрыл над ним завесу тайны. Первый раз Мартин выступил публично с этими текстами. Показал журналистам в 80-90-м году, когда эта буря в пустыне начиналась. Именно почему? Потому что в текстах было написано, что большая война в заливе – это начало мировой войны, которая приведет к гибели человечества. Последним шансом человечества, по мнению этих индейцев, станет явление белого брата. Хоппи говорят, он приходил на Землю много тысяч лет назад, потом улетел, но перед отлетом обещал вернуться и спасти человечество. Возможно, он будет из Германии, возможно, из России. Точно неизвестно. И вот он будет противодействовать этой глобализации, пытаться восстановить разнообразие человеческой культуры. Ну, и вот это как бы последний шанс будет выбраться из всего этого. Если человечество его не использует, то, наконец, будет печально. Пророчество Хоппи гласит, настанет время, когда человек должен будет расплатиться по своим долгам за то, что он творил на этой земле. Земля ему воздаст за его дела. Потом мир продолжится дальше. То есть, уйдут плохие, а хорошие останутся, и их потомство уже будет знать, в каком направлении идти. Точной даты индийские предсказатели не называют. Конец света настанет тогда, когда переполнится чаша терпения высших сил. Как скоро это случится, зависит от каждого человека. Это может случиться в любой момент. Все может измениться. Многие европейцы и люди в других частях света забыли о тех связях с миром, которые мы имеем. Но чего именно стоит ждать? Футуролог Алексей Бобл просчитал, какие сценарии планетарной катастрофы наиболее вероятны. Раньше, наверное, с развитием техники было трудно предположить большое количество сценариев. Но сейчас можно выделить, пожалуй, наверное, 4 основных сценария. Это первый, когда случится ядерная война, и человечество вряд ли выживет. Все зависит от количества ядерных зарядов, взорвавшихся в различных частях планеты. Второй сценарий – это биологическая угроза. Это вирусы. Третий сценарий – резкое изменение климата. Четвертый вариант – угроза извне. Вторжение пришельцев или удар астероида. Какой бы из этих сценариев ни сработал, шансов выжить у человечества немного. То есть какое-то время, например, можно создать автономное убежище и выжить там, но для того, чтобы подняться на поверхность и продолжить жизнь, нужны уже более глобальные какие-то ресурсы. То есть если кто-то выживет, то ненадолгий период. Но почему это все должно произойти именно сейчас? И почему перемены были предсказаны так задолго? Был ли у человечества выбор не допустить страшного финала? Это прозвучит невероятно, но исследователи древних текстов пришли к выводу – конец времен неизбежен. Он вовсе не так ужасен. Более того, необходим. И наши предки об этом знали. Во всех пророчествах, как правило, конечная цель очень высокая – переход человека на другую ступень эволюции. То есть исправить какие-то ошибки в этой жизни своей цивилизации, народа и подняться выше в своем развитии. Поэтому не как правило, а не всегда пророчества являются страшными, наверное, для человека. Как гласят античные летописи, катастрофы на Земле случались уже не раз. Духовная и мистическая литература Востока утверждает, что современная цивилизация не первая на планете. До нас было еще четыре. Первые люди не имели физических тел и не умирали. Эзотерики и мистики считали, что они перешли в тонкий мир. Но их потомки уже имели нормальное тело и выглядели как люди. Представители второй расы – гиганты – были практически бессмертными, но погибли в результате крупной катастрофы. Как гласят древние тексты, судороги затвердевания планеты и смещения великих вод погубили их большую часть. Им на смену пришли лемурийцы – легендарная третья раса. Люди заселяли Лемурию, которая образовала Индия и Мадагаскар вместе взятых. 94 миллиона лет назад Индия и Мадагаскар откололись от Гантваны. Впоследствии они еще раз раскололись, Мадагаскар и Индия. Мадагаскар остался около Африки, а Индия врезалась в Евразию, в Азию с юга и образовала Гималайя. Так вот, эти лемурийцы, они, видимо, обитали этот суперконтинент. Лемурийцы жили на материке, который назывался Лемурия. Му или Пацифита. Он располагался в южном полушарии и включал в себя часть Африки, Австралию с Новой Зеландией, а на севере Мадагаскар и Цейлон. Около трех миллионов лет до нашей эры этот континент ушел под воду. В то время уже зародилась четвертая раса. Она имела два центра. Материк Гиперборею на Северном полюсе, где жили Арии, и континент Атлантида. Атланты, согласно диалогам Платона, первыми из людей научились обработке металлов. Они обрабатывали медь и золото. Они умели обрабатывать камни. Это была первая высокая культура со своей письменностью, с разделением общества на касты, священников, воинов, крестьян, ну и так далее. У них было прогрессивное сельское хозяйство. Они умели искусственно орошать поля, и поэтому собирали более богатый урожай. Гиперборею и Атлантиду, как гласят древние тексты, погубила серия землетрясений. Гигантские материки катастрофически быстро ушли под воду. Удалось спастись лишь отдельным группам, которые расселились по Евразии и Северу Африки. Так как мы здесь пятые, до нас были гиперборейцы, лемурийцы, атланты и тому подобное. И все это были части эксперимента. На сегодняшний день, как бы мы нелепо не выглядели, мы являемся венцом эволюции. Той форм, в которой мы находимся. А суть эксперимента заключается в придумывании формы, которая могла бы вместить в себя максимум содержания. Зачем же природе или высшим силам была нужна эта смена рас? Почему они были уничтожены в момент наивысшего расцвета? Согласно трудам философа и медиума Елены Блаватской, все расы выполняли задачи общечеловеческой эволюции. Когда одна раса заканчивала свою миссию, на смену ей приходило следующее. Это всегда означало переход земной цивилизации на новую ступень. И всегда сопровождалось катаклизмом. И мифологической традицией, вот каждая из эр, которые пережило человечество, она заканчивается как бы плохо. То есть там потопом, огненным дождем, там чем угодно, но потом человечество воссоздается, так или иначе. Это, собственно говоря, мифы всех народов Мезоамерики и шире. Глобальные катастрофы, по мнению духовных учителей Индии и Тибета, были необходимы для очищения планеты от тех, кто представляет опасность для эволюции человечества. Они тянули цивилизацию в неверном направлении. Те же, кто достиг нужного уровня, давали начало новой расе. Кто хочет быть участником данного процесса? Кто хочет осознанно двигаться и понимать, что происходит? Милости просим. Мы будем жить вечно. Кто не хочет быть участником обоих, хочет быть созердателем, наблюдателем, увы, эти люди перестанут быть. Посредством ли, так сказать, еще раз говорю, вирсологии, то есть просто какая-то часть людей просто будет исчезать, умирать, либо это какие-то болезни пройдут. По мнению отдельных прогнозистов, Земля уже вошла в эпоху смены рас. Какими же станут наши потомки? Эдгар Кейси знал ответ и на этот вопрос. У людей новой расы будет немного изменена хромосомная структура. Одна из вещей, которой была предсказана, объединение мужского и женского начала. Я думаю, люди станут более андрогенными, мужчины более женственными, а женщины более мужественными. Изменится и химический состав. Ученые уже замечают, что в человеческом теле увеличивается количество фосфора. Фосфор – это свет. Мы сможем излучать больше света. Внешне представители шестой коренной расы вряд ли станут отличаться от нас. Но их организмы будут постоянно совершенствоваться. Со временем у людей начнут развиваться тонкие энергетические центры. Благодаря этому станет возможным открытие чудесных способностей, телепатии, левитации, ясновидения. Здесь уже совершенно определенно можно сказать, что на нашей Земле, вот именно в социуме, эта подготовка выразилась в том, что вдруг, вот именно начиная вот с каких-то 80-х годов прошлого столетия, человечество получило доступ ко всем эзотерическим знаниям, которые раньше были недоступны для человека, которые раньше скрывались, хранились в тайне. А тут все, пожалуйста, и книги, и телевидение, и интернет. Вы можете все найти по любому вопросу, со всем ознакомиться. Интерес к эзотерике и оккультизму не случайно вспыхнул по всему миру в конце материалистического 20-го века. По мнению исследователей древних текстов, эти знания повысят шансы выжить в грядущих катаклизмах и помогут сделать новый шаг в эволюции человечества. Это напоминание нам в том числе о иррациональных формах защиты. Ставят образки, каким-то образом защищают свою машину, освещают ли они колесницу, как это принято в православии, или же обращаются к шаману, чтобы он защитил эту машину на ночных дорогах. Это и есть в нашей жизни. И это в том числе говорит о том, что мы готовимся в том числе от чего-то иррационального, в форме чего является хаос и апокалипсис. Согласно этой теории, сейчас представители шестой коренной расы уже живут среди нас. Именно с ними ученые связывают появление детей Индиго, обладающих удивительными способностями и необычным мышлением. Однако процесс смены рас не моментальный. Он растянут на очень долгий период. В это время происходит постепенное переселение народов, изменение климата и даже континентальное переустройство планеты. Это якобы необходимо, чтобы очистить для людей будущего территорию, свободную от негативной энергии предыдущей расы. Общество, в котором мы на сегодняшний день живем, является технокритическим и потребительским. Мы давно перестали в глубине своей задумываться о том, что мы бесконечны. Мы не приходим ниоткуда и мы не уходим в никуда. И именно непонимание вот этой взаимосвязи тела, души и духа приводит человека к разложению на атомном уровне. Своими поступками каждый человек может и приблизить апокалипсис и отдалить его. Это истинно хорошо известно шаманам. По мнению Юрия Чекчурина, наш мир постоянно находится на грани света и тьмы, и чья-то капля крови может нарушить хрупкое равновесие. И в зависимости от наших поступков, в зависимости от наших действий, от наших мыслей и желаний, может случиться нарушение той жизни, которой мы живем, и мир обратится в хаос, как и, собственно, на то состояние, с которого он когда-то возник. И шаманы находятся, если можно сказать, в пограничье и делают свое дело, как, собственно, и все мы, приближая, либо замедляя вот это вот состояние, которое может наступить. В легендах, которые передаются из поколения в поколение, в шаманских семьях рассказывается о страшных моментах в истории человечества, когда совместными усилиями люди смогли остановить приближение апокалипсиса. Издревле шаманы считают себя стражами на пороге всемирного хаоса и делают все, чтобы его не случилось. И когда в жизнь человека вторгается что-то плохое, не важно, что это, настроение, состояние, потеря чего-то важного, взглядом шамана мы видим, что человек оставляет это в другом месте, часть своей души, либо же наоборот впускает в свою душу то, чего не то, что не стоит впускать, но то, что представляет опасности для него и вместе с тем боль для того существа, которое в него входит. Поэтому когда в мире становится больше страха, больше тревоги, в конце концов больше желания окончить, пусть даже таким путем, как апокалипсис, то, наверное, это и есть приближение вот этого хаоса, про который мы говорим. Исследователь культуры индейцев майя Хосе Аргуэлиес утверждал, окончание календаря майя 21 декабря 2012 года вовсе не означает конец света и тотальное уничтожение человечества. По его мнению, это лишь переход на новый уровень бытия. Время, в которое мы живем, это переходное время. Современный мир слишком эгоистичен. И сейчас ему на смену должна прийти более чистая эпоха. Всю эту информацию Аргуэлиес якобы получил от индейских шаманов и благодаря собственному духовному прозрению. Эта концепция признается далеко не всеми учеными, однако она многое объясняет. Так центр нашей галактики якобы представляет собой источник мощных энергетических лучей. Не исключено, что так и есть, но наука пока этого еще не открыла. Над Циолковским тоже смеялись в начале 20 века. Энергетические лучи определяют жизнь и развитие всех планет и живых существ, которые там обитают. Каждый из этих лучей воздействует на нашу Землю определенное время. Периодичность эта для Земли составляет 5125 лет. Это вот по Аргуэлису. И вот в течение этих 5125 лет наша Земля находилась в сфере влияния такого луча. И подстраивалась под частоту его вибрации. По истечении этих 5125 лет, которые произошли 21 декабря 2012 года, наша Земля попала в сферу влияния другого луча, который несет другую частоту вибрации. И соответственно Земля должна подстроиться под эту частоту вибрации. И все живые существа на ней находящиеся должны сделать то же самое. иначе начнутся проблемы в разных областях жизни. Итак, окончание великого майянского цикла не конец света. Это всего лишь переход в сферу влияния другого луча. Якобы из-за этого перехода на Земле произошли некие энергетические изменения. Они связаны с настройкой планеты на частоту вибрации нового луча. На сегодняшний день мы находимся в очень достаточно сложной ситуации, я бы так сказал. Такое впечатление, что несколько меняются физические законы. Во всяком случае, тектонические изменения, которые происходят во всем мире, как раз и действуют именно об этом. И зачастую именно может быть и наши действия как раз к этому приводят. Настройка планеты неизбежно сопровождается локальными катаклизмами. И по теории Аргуэльеса это объяснимо. Ведь частота вибраций нового луча почти вдвое выше частоты вибраций прежнего. С физической точки зрения эта частота соответствует частоте вибрации Земли, то есть известной такой величине в физике шумановскому резонансу. И вот этот шумановский резонанс который был у нас последние 5125 лет составлял 7,8 герц. А вот сейчас он должен составить 13 герц. Об этом говорил и Аргуэльес, об этом говорили многие ученые, которые занимались этим вопросом. Такое изменение физических законов не могло пройти гладко. Оно вызвало активизацию земной коры. из-за этого начались изменения климата. Как только процесс настройки планеты завершится, все войдет в норму. Вот только норма эта станет другой. Чтобы точнее настроить мир на новую чистоту, шаманы Южной Америки проводят массовые ритуалы. Если настройка произойдет успешно, то земля будет процветать, люди будут жить хорошо, растения будут цвести, животные будут также жить очень хорошей жизнью. Повышение вибраций земли хороший признак, уверены исследователи. Ведь человек тоже испускает волны в определенном диапазоне. И чем возвышеннее наши чувства, тем выше их частота. Так научные измерения доказали, что при вспышке ярости или страха мы вибрируем на частоте менее чем один герц. Зато вибрации благодарности дают 45 герц, а сострадание от 150 герц и выше. Самые высокие вибрации у любви, безусловной, жертвенной, вселенской. Она дает от 205 герц и выше. Слово жертва воспринимается как какой-то отказ от чего-то, какая-то такая пагубная штука. На самом деле это очень высокая вещь. Если бы каждый человек при встрече с другим в первую очередь сопрягал в себе интересы своего собеседника, он бы получил взаимообразное состояние. исследователи уверены, для того, чтобы жить в резонансе с планетой, люди должны изменить свои привычки и образ жизни. Иначе человечество не сможет приспособиться к новым частотам планеты и в конце концов погибнет, даже не сумев породить шестую расу. В момент перехода, вот именно 21 декабря прошлого года, у нас проходил ритуал, очень серьезный ритуал, интересный ритуал. И вот что касается меня лично, я почувствовала эту новую энергию. Она действительно замечательная, она уникальная, она просто придает силы и дает радость. Вот было очень тяжело в начале ритуала, а потом вдруг что-то отпустило, и вот эта энергия, вот она как бы вошла в меня, и я почувствовала вот эту радость, вот почувствовала, вот именно так и надо жить дальше. Переход под влияние нового луча ознаменовал собой начало эры шестого солнца. Шаманы говорят, если люди смогут принять ее, впереди их ждет долгая счастливая жизнь. Эти новые вибрации несут энергию добра, именно энергию добра, о том, что говорил и Христос, и о чем говорили многие другие. известные личности. В нашем мире, в прошлом мире, доминировала энергия зла, а вот сейчас мы должны перейти к добру. И вот те, кто сможет настроиться на это добро, тем будет жить легче и жизнь откроет новые свои грани. Потому что этот новый мир, эта эра шестого солнца, она как раз рассчитана на эти высокочастотные энергии. И, соответственно, люди должны к ним настраиваться на них. Нас именно настраивали на эти новые энергии. Пока еще очень мало жителей Земли имеет высокую частоту вибраций. Но, как правило, жизнь таких людей наполнена гармонией. Конечно, мир не может не влиять на их мироощущения. Но по мере того, как наша планета и сами люди будут приспосабливаться к новому лучу, светлых людей будет становиться все больше. Я сейчас хожу по улице. Вы понимаете, великая штука наблюдательность. Я не теоретик, я практик. Я очень много езжу по городам, я очень много встречаюсь с людьми, читаю там свои семинары. Меняются люди, лица меняются, глаза меняются. Вижу, что чаще стали уступать место пожилым людям. Уже не столько ора крика в автобусах. В любом случае, полностью исчезнуть человечеству не позволят высшие силы. Они создали Землю и людей для выполнения определенной задачи. И она пока далека от своего завершения. Главная цель всего, что происходило и будет происходить на планете достижение совершенства. Многое говорит о том, что все зависит от людей, отдельных или же целых народов, от того, насколько они понимают ситуацию и как они относятся к ней. Что-то необычное происходит внутри нас. Нужно помнить, ни одно из предсказаний не избудется, если мы все объединимся и будем единой с Землей. Неотвратимая катастрофа может унести миллиарды человеческих жизней. И реальных причин для этого более чем достаточно. По мнению духовных лидеров, такая перспектива ожидает нас, если мы не перестанем накапливать разрушительную энергию в информационном поле планеты. Что такое конец света? Слепая ярость стихии? Расплата за грехи? Или всего лишь суровый экзамен для достойных? Похоже, вскоре мы узнаем ответ.